Всем привет! Сегодня я хочу продолжить тему по развитию наших мышц характера. Сегодня у нас такая мышца, близкая по значению к настойчивости, это терпеливость. Потому что именно терпеливость, терпение является тем самым последним ключиком, который открывает все двери. Мы все живем в таком современном мире, в современное время, когда мы все куда-то спешим, торопимся. Нас подгоняют дела, нас подгоняют наши цели. Мы все очень быстро хотим всего и сразу, мы хотим быстрых результатов. И это нормально, потому что в нас всех кипит, бурлит энергия, которая требует своего выхода, которую надо куда-то постоянно направлять и двигаться дальше, вперед. Да, это отлично. Но именно терпеливость заставляет вас не совершать ошибок, заставляет вас идти до конца. Потому что, смотрите, бывает так, что это можно даже понять по иллюстрации, по картинке на страничке внизу. Когда, например, вы что-то делаете, двигаетесь к какой-то себе цели, поставили, которая вас зажигает, мотивирует, заставляет постоянно что-то делать, какие-то шаги, все классно, все супер. И вы чувствуете, как вы растете, как все у вас получается, все отлично, вы начали что-то делать. Проходит какое-то время, если вы строите какие-то быстрые ожидания, например, нетерпеливые, вы хотите, чтобы прямо через неделю все случилось. Проходит неделя, и вы получаете не те результаты, на которые рассчитывали. В итоге может наступить разочарование, и вы можете сдаться. Просто потому что вы не получили в тот момент, за вот именно этот отрезок времени, то, на что рассчитывали. Хотя вы прекрасно понимаете, что никто не может гарантировать именно, какой результат в какое время вы получите. Но при этом вы можете разочароваться и сдаться, бросить, просто отвернуться, бросить все вот эти задачи, дела, цели, заняться чем-то другим, пойти на поводу своих сомнений, страхов, чужого мнения, да чего угодно. А на самом деле, вы же не знаете, может быть, действительно, вы достигли бы этого самого результата через неделю и два дня. Вы бы увидели то, что хотели. Или через две недели. То есть для того, чтобы получить то, что вы хотите, необходимо просто набраться терпения и делать свои нужные шаги, которые вы знаете, что нужно делать. Просто делать то, что ты должен. И тогда будущее само позаботится о себе. И действительно, вы идете, идете, и главное, не сдаваться. То есть вот терпеливость приводит к тому, что вы не сдаетесь. Потому что бывают разные ситуации в жизни. И будут они, я вас уверяю, всех будут. И сомнения в голове. Вот если брать, например, нашу цель саморазвития и преобразования своей фигуры, да, постройнение, подтянутость, вот цель, да, какая-то, красивые формы, свой какой-то вот фитнес-идеал сделать. Будут все равно встречаться на пути, на вашем. Даже если вы все будете делать правильно, у вас будут появляться и сомнения, и страхи какие-то, и что-то будет не получаться. И, возможно, кто-то что-то вам будет говорить, что да ладно, не надо, да что-то себя мучаешь, да пойдем лучше поедим. Да брось ты это, пошли гулять. Что угодно. И если, не дай бог, вот какая-то трудность, да, в вашей голове совпадет с тем моментом, когда вам действительно вот покажется, что вот сейчас, вот именно здесь и сейчас вам тяжело. Вы устали, возможно, просто физически, да, устали. И вы, там, например, вчера не получили, там, получили не минус 5 сантиметров стали, а минус 3. И вот эти вот моменты, они, как вы знаете, разъедают, разъедают, разъедают. И без прокачанных, без укрепленных мышц характера, без терпеливости, большой риск, очень огромный риск того, что вы свернете с пути просто. Хотя ничего не предвещает, да, и нет никаких действительно вот препятствий. Действительно, если вы просто продолжите делать то же самое, не надо даже решать никакие проблемы. Ну, оторвались вы на день, ну, пропустили что-то, тренировку там не сделали, еще что-то. Это не значит, что все пропало, да, просто будьте терпеливы, просто идите дальше. Будьте терпеливы в получении того, чего вы хотите, в своем желании это получить. Не ведитесь на вот этот вот бешеный ритм, все и сразу. Да, живите здесь и сейчас, получайте удовольствие от того, что вы делаете. Но загадывая какую-то большую цель для себя, мечту, действительно, которая вот желанная, очень сильно для вас желанная. Будьте терпеливы, наберитесь терпения. Терпеливость приводит к изменению привычек, да, это такая мышца, которая точно так же, как и настойчивость, тренируется тогда, когда вы ее используете, тогда, когда вы становитесь терпимыми. Вы тренируете эту часть себя. Когда у вас будут возникать какие-то такие ситуации, просто скажите себе терпение, главное терпение, спокойствие, как Карлсон, и все будет, и вы дойдете. И самое главное, ваши привычки начнут меняться, образ жизни начнет меняться, и терпеливость как раз и приводит к результатам, которые длятся долго, да, которые, как я говорила, вы хотите фигуру сейчас, или навсегда, вот это про терпеливость. Если вы хотите навсегда, если вы хотите всегда быть здоровыми, красивыми, стройными, ваш конек должен быть терпеливость. Сначала настойчивость, потом терпеливость, обязательно. И еще такой момент, вот именно терпеливость, используя терпение в своей жизни, да, накачивая эту мышцу характера, вы открываете в себе вот свое божественное я, именно свое совершенство свое, да, свой идеал, про который я говорила вчера. Он начинает еще больше открываться, и все лишнее еще быстрее от вас будет отваливаться и уходить. Все, я желаю вам большого терпения, доброты к себе и счастья. Субтитры создавал DimaTorzok